Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 декабря, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Стефана Александра Василия Трифона. «Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святого». Каждый раз, когда в храме совершаются за богослужением поминания многих и многих святых на литии или на утренней после Евангелия, то звучит имя священномучника Иллариона Архиепископа Верейского. Сегодня его святая память. 10 мая 1999 года в Московском Сретенском монастыре за Божественной Литургией было совершено прославление в лике местночтимых святых архиепископа Иллариона Троицкого, современника и сподвижника святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В истории XX века, истории русской церкви, священномученик Илларион занимает особое место. Его жизненный путь был во многом типичен для русского духовенства. Родился 13 сентября 1886 года в селе Липеце Каширского уезда Тульской губернии в семье сельского священника. Окончил духовное училище, московскую семинарию, затем академию. За скупыми строками биографии трудно увидеть, как зрело, духовно воспитывалась душа будущего подвижника. Однако именно тогда Иоанн Троицкий выбрал путь пастырского служения Церкви Христовой, решив принять монашество. 28 марта 1913 года в Зосимовой пустыне Троицы Серговой Лавры он принял постриг с именем Илларион в честь подвижника VIII века преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликицкого. 2 июня того же года святитель Макарий, митрополит Московский Коломенский, совершил его иерейскую хиротонию. В том же году архимандрит Иларион Троицкий становится экстраординарным профессором Московской Духовной Академии по кафедре Священно-Описания Нового Завета. Наступает краткий период научной деятельности в тесном сотрудничестве с профессорами Академии, в числе которых в те годы были выдающиеся русские богословы. Одаренный проповедник, автор многих церковно-научных работ, оказавших значительное влияние на развитие отечественной богословской мысли, отец Иларион в то же время обладал подлинным талантом руководителя. В марте 1917 года он был назначен ректором Московской Духовной Академии, затем принимал активное участие в подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов. Ректор Академии энергично и решительно выступил в поддержку восстановления патриаршества на Руси, а после избрания на первосвятительский престол митрополита Московского и Коломенского Тихона стал его ближайшим помощником. Активная последовательная позиция архимандрита Илариона, твердо хранившего верность православию, его неустанные труды на Ниве Церковной в сложных условиях после революционных лет, обратили на себя внимание священноначалия, он был призван к архипастерскому служению. 12 мая 1920 года состоялась его хератония воепископа Верейского, векария Московской епархии. В 20-е годы владыка Иларион внес значительный вклад в борьбу с обновленчеством. Он разработал чин покаяния для обновленцев. При его личном участии в Луноцеркви возвратились многие уклонившиеся в раскол московские приходы. Старшее поколение верующих москвичей помнит владыку, его чисто русскую внешность, богатырскую фигуру, его глубокое человеческое обаяние, смиренный и вместе с тем веселый нрав, его пламенную пастырскую ревность, близость к своим пособам, особенно к молодежи. Но эти же самые достоинства восстановили против него советскую власть. Постановлением особого совещания при коллегии ОГПУ от 20 декабря 1923 года он был осужден к трём годам заключения. 1 января 1924 года епископ Иларион прибыл на пересыльный пункт на Поповом острове близ Кими, а в июне был отправлен в Соловецкий лагерь. В нечеловеческих условиях ГУЛАГа архиепископ Иларион с твердостью и достоинством совершал свой крестный путь, вызывая невольно уважение даже у своих палачей. Вот как пишет о нём в своей книге «Неугасимая лампада» другой Соловецкий узник тех лет, писатель Борис Ширяев. С первого дня его Соловецкого жития имя Владыки окуталось легендой силы и славы. Легенда возникла и жила, потому что люди хотели видеть реальное воплощение духовной силы церкви, её несокрушимой твердыни, а самым подходящим объектом для этого воплощения был Владыка Иларион. Огромная внутренняя сила его проявлялась с первых же дней по прибытии на каторгу. Он не был старейшин из заточённых иерархов, но разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла ещё большей высоты. Сили, исходившие от всегда спокойного, молчаливого Владыки Илариона, не могли противостоять и сами тюремщики. В разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространённых на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то с грубым добродушием поиздеваться над опиумом. Нелетко охранники как бы невзначай называли его Владыкой, обычно официальным термином «заключённый», кличкой «опиумом», «попом» или «товарищем» никогда и никто. Владыка Иларион всегда избирался в делегации к начальнику острова Эйхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в шестой роте, особая рота заключённых слон, состоявших из священнослужителей, которые были поручены работой на кухнях и продовольственных складах, получать для него некоторое ослабление режима, перевести большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпно-тифозной эпидемии. В этой стрижке не было нужды, духовенство жило чисто. А стричь же стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям. Устраивая других и духовенство, и мирян, на более лёгкие работы владыка Иларион не только не искал должности для себя, но и не раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего и ценившего его большие организаторские способности. Он предпочитал быть простым рыбаком. Летом 1925 года архиепископа Илариона временно перевели из Соловков в Ярославский политизолятор. Советская власть решила склонить авторитетного и любимого народом архиерея к поддержке возникшего в те годы нового Григорианского раскола. Попытка завербовать владыку завершилась неудачно. Архипасторя вернули на Соловки, а в ноябре 1926 года он был осужден на новый трёхлетний срок. Многотрудный и скорбный путь владыки Илариона завершился в ленинградской пересыльной тюрьме. 28 декабря 1929 года он скончался от брюшного тифа. Занимавший тогда ленинградскую кафедру митрополит Серафим Чичагов, добился разрешения взять тело для погребения. Отпевание владыки Илариона состоялось в петербургском Новодевичьем монастыре, на кладбище которого он был затем похоронен. «Несмотря на долгие десятилетия господства богоборческой власти, православные люди помнили пламенного архипасторя, чтили его имя, свято храня память о мученике за веру Христову». Как важно читать и вникать в жития этих удивительных людей. Людей, которые, несмотря на свою юность, молодость, владыка Иларион скончался в возрасте 43 лет, проявляли высоты человеческого духа, мужества, терпения, самоотверженности, самопожертвования, героизма. Незаметно, без манифестаций, митингов, но человеческая сила, сила духа, она была заметна, видна и принималась во внимание и была достойна уважения среди абсолютно отвязных и ненавидящих Христа, Церковь и уголовников, и служителей советской власти, чекистов. Необходимо вглядываться в эти лики, в эти образы. Особенно молодым людям, особенно современным. Объявление в газете. Познакомлюсь с молодым человеком в возрасте от 26 до 46 лет. Такие у нас сейчас молодые люди. Лермонтов в 26 лет уже окончил свой жизненный путь. За это время, сделав так много, а у нас молодой человек только становится молодым человеком в 26 лет. Ну это лет до 46, он все еще пребывает в возрасте молодого человека. Такое отношение в обществе, к мужикам. А владыка Иларион свой подвиг на протяжении многих лет пронес до 43 лет. А в 40 лет вообще по закону биологическому человек уже дедушкой становится. Ну как бы так, по логике развития сюжета нормально, когда в 40 с небольшим у него уже внуки появляются. А у нас еще до 46 молодой человек. Абсолютно не способный ни к ответственности, ни к серьезному отношению к жизни, ну не только к тому, чтобы семью каким-то образом создать, обеспечить, детей родить, воспитать, а даже самого себя каким-то образом управить. приходит в храм женщина и говорит, батюшка, вот хочу сыночка покрестить. Ну я прикидываю, на первый взгляд, по внешнему облику, что женщине-то уже где-то к 60. Ну и так спрашиваю, а сыночку-то сколько лет? Он говорит, 37-й годок ему. Я говорю, а что сыночек-то, где он? Сам недееспособный прийти за себя, попросить, ему это надо или вам? Ну и дальше, конечно, разговор он особо смысла не имеет, потому что, ну, в 37 лет, чтобы за него его пожилая мама просила, чтобы его батюшка покрестил бедненького, несчастненького, ни на что не способненького. И вот это такая всеобщая трагедия, патология, что мужчины перестали взрослеть. До 46 лет остаются молодыми человеками. А после 46, там уже что? Там сразу старость начинается уже. Там уже такой, без всяких переходов. Изменить эту ситуацию. Конечно, непросто. Потому что этот инфантилизм, им буквально пропитана вся наша жизнь. Комфорт, нега, расслабленность, праздность, не напрягаться, чтобы все было удобно, сухо и комфортно. И человек отучился прилагать усилия. Так, все доступно, все удобно. Вот первый шаг, это все-таки осознать проблему, что нельзя из мальчиков выращивать 50-летних юношей. Мальчик — это воин, мужчина, мужик, который должен брать и нести ответственность, который должен принимать решительные поступки, уметь делать выбор и нести ответственность, который должен уметь работать, уметь работать не только за себя и для себя, но и за своих стариков, и за своих детей. Ну, а для этого, надо, по крайней мере, осознавать, ну, и как один из шагов по преодолению, это внимательно читать жития новомучеников, исповедников российских. Потому что среди них много было молодых людей, которые, несмотря на юность, совершали великие, мужественные поступки, помогая нам всем Господь. Субтитры создавал DimaTorzok